У Путина придумали, как отправить IT-специалистов воевать. И начнем с материала, который подготовили наши коллеги. Вернуть назад уехавших из России IT-специалистов соответствующий пакет мер. Уже готовит Минцифра страны совместно с профильными ассоциациями. И в частности обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию. А для тех, кто работает на удаленке, за рубежом, на компанию в России, хотят повысить налог с физических лиц. Вместе с тем в Госдуме считают, что IT-специалисты все-таки могут быть полезны в войсках. Поэтому бронь от мобилизации им все-таки не нужна. Детальнее об этом в сюжете и также тему обсудим с экспертом. После начала мобилизации в прошлом году российские айтишники получили возможность отсрочки. Минцифра Федерации тогда разработала сложную систему получения так называемой брони от мобилизации. Которая, правда, не всегда срабатывала, говорят айтишники. Первого разработчика пытались забрать, когда он пришел в военкомат, несмотря на оформленную отсрочку от мобилизации. При этом он вел разработку государственной важности, одной из госуслуг. Каждый сотрудник понимает, что отсрочка от мобилизации, в отличие от брони, юридически не закреплена. И решение принимается индивидуально. Тогда спасти программиста нам помогла помощь Минцифры. Но остальные сотрудники не захотели испытывать судьбу. Николай Апурин – генеральный директор российской компании по созданию и продвижению сайтов в интервью изданию «Эрспектр». Но теперь российских айтишников подумывают лишить и этой отсрочки. В Кремле уверены, эти люди должны быть мобилизованы и служить Родине. Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии. Но не обязательно на передовой. Например, работники айти-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках. Дмитрий Гусев – депутат Госдумы, член рабочей группы Приминобороны по вопросам мобилизации. Однако российские айтишники не спешат воевать против Украины. Глава Минцифры сообщил, что в прошлом году Россию покинули 100 тысяч айти-специалистов. Эксперты уверены – это серьезный удар по экономике. Те, кто остаются, они многие работают на государственные структуры, либо на государственных заказах. И вот это единственное, кто еще будет с работой и, возможно, с какими-то деньгами. Все остальные будут вынуждены либо меньше зарабатывать, потому что из-за того, что компании будут сокращать рабочие места, то, скорее всего, либо выйдут, либо, если не успеют, то вынуждены будут работать на госпроектах. Антииндустрия России уже совсем не в очень хорошем положении, потому что на экспорт их продукты очень сложно продаются, все опасаются приобретать. Эксперты называют главной причиной невозвращения айтишников в Россию – это страх призыва на военную службу с учетом того, что сейчас действует не законодательно закрепленная бронь, а отсрочка. В любой момент она может превратиться просто в слова. И айтишники не идиоты, да, как бы, мягко говоря. Я думаю, что они все прекрасно понимают, понимая, сегодня сказали, да, сегодня отменили, а ты сидишь в стране. Тут вопрос в том, поверят ли эти айтишники в том, что это бронь настоящая. И, ну, там люди, опять же, не глупые, они понимают, что куда катится их страна. Это постоянно происходит, конечно же, опять же, там о покончании мобилизации якобы заявил Путин, но де-факто она не и де-юре, и де-факто она не прекращалась. Все чаще появляется информация о том, что в России планируют закрыть границы для выезда мужчин призывного возраста. Кремлю для войны против Украины нужно набрать людей. Речь идет уже, скорее всего, о нехватке кадров уже непосредственно, в том числе и в военном ведомстве, возможно, сопутствующей служб для того, чтобы расширять, в том числе, диверсионную деятельность уже в киберпространстве. Ну, не исключая, конечно, что этих айтишников, скорее всего, будет, возможно, очень многих будет использовать в качестве пехоты, то есть такого обычного пушечного мяса, которое Россия использует, например, обычных заключенных. Эксперты напоминают, что для айти-специалистов точно так же, как и для всех остальных россиян, актуален совет при получении повестки «Не ходить в военкомат». Еще лучше даже не брать повестку в руки. Анжелика Брушневская для телеканала «Фридом». Ольга Курносова уже присоединилась к нашему эфиру «Политический аналитик», главный редактор портала «Автор Эмпайер». Ольга, я вас приветствую. Здравствуйте. Ольга, ну вот больше на самом деле вопросов, чем даже предполагаемых догадок, почему так все происходит, поэтому помогите, пожалуйста, разобраться. Почему именно сейчас вот под таким прицелом айти-специалисты Российской Федерации или просто, ну, скажем так, их виднее, потому что это вызывает больше резонанс, мол, умы России хотят или есть такая возможность, что они попадут на фронт? Ну, во-первых, давайте вернемся чуть-чуть назад. В сюжете много говорилось про срочку, но на самом деле для айтишников была бронь. Но она не успела начать работать. И когда началась вот эта мобилизация, там были буквально случаи в Москве, когда лично министр информации Максут Шадаев бегал по военкоматам, чтобы вытаскивать айтишников, которых уже начали мобилизовывать. Поэтому, хотя формально они написали, что айтишники попадают под бронь, но реально эта бронь не заработала, поэтому, видимо, в сюжете и говорили про срочку. Нет, изначально думалось именно про бронь. Но, как обычно это делается в России, говорят одно, пишут что-то там среднее, а на самом деле ничего не работает. Именно поэтому айтишники и стали массово выезжать, понимая, что они могут попасть на фронт, и там никто не будет смотреть, айтишник ты или кто-то другой. Вот вся эта ерунда про то, что будут там специальные кибервойска создаваться, но о чем они говорят? На самом деле есть, к примеру, и хакерские группировки, которые работают на российское правительство и что-то там делают. Есть, естественно, различные фирмы, которые делают что-то там для военных. Поэтому нет проблемы задействовать сегодня без всякого возвращения айтишников в работе на то, что нужно правительству для военных целей. Для этого не нужно людей физически тащить в Россию. Физически людей тащить в Россию нужно только для одного, для того, чтобы можно было в случае чего их послать на фронт. А там уже как карта ляжет. И, конечно, вероятность того, что они просто попадут в пехоту, она максимальна. Значит ли это, что на самом деле такая огромная нехватка для мобилизационных ресурсов, если уже эти специалисты пытаются любыми правдами и неправдами выдернуть, скажем так, из-за границы и заставить их пойти на фронт? Либо же это просто вот какая-то месть за то, что выехали, за то, что не в России, за то, что уже уклонялись от мобилизации? И то, и другое. Понятное дело, что нехватка наблюдается. Понятное дело, что они боятся мобилизовывать теми же методами, какими они действовали осенью, потому что это вызывает большое раздражение у людей. И даже практически малоспособное на протесты общество начинает как-то протестовать именно от наглости вот этой мобилизационной кампании. Поэтому они пытаются действовать какими-то другими способами. Плюс, конечно, собственно, сама вот эта моральная сторона истории, когда столько молодых людей уезжает из страны. И это, собственно, говорит о том, что эти люди не видят свое будущее в связи с Россией. Они понимают, что сегодня Россия перестала быть их страной. И когда столько молодых людей думают, что Россия перестала быть их страной, это для государства очень опасно. Поэтому вот эти какие-то, что называется, прыжки для того, чтобы их выманить обратно в Россию. И также вот интересно все это рассуждать еще с точки зрения того, что в России с ноября еще прошлого года резко вырос спрос на IT-специалистов. И увеличение этого спроса эксперты связывают с инициативой депутатов запретить удаленную работу из-за границы, а также с увольнением части сотрудников из-за переезда в другие страны. То есть на самом деле IT-специалистов не очень-то и хватает самой Российской Федерации для удовлетворения своих каких-то внутренних потребностей в этих специалистах. И в чем же тогда логика? Зачем же этих специалистов тогда отправлять еще и воевать, если их не хватает, ну, собственно, для работы определенных организаций, компаний, а, возможно, для развития какого-то бизнеса в Российской Федерации? Ведь сейчас огромнейший урон предполагается от еще одного пакета санкций. Да, этот урон будет постепенно ощущаться, но, тем не менее, это будет удар по экономике. И они еще пытаются тех людей, которые сколько-нибудь могут помочь либо заработать денег, либо просто внутри самой Российской Федерации не развалиться каким-то бизнесом, они собираются этих людей отправлять просто на фронт? Искать логику в современной российской власти бессмысленно, потому что в самом решении Путина начать полномасштабную войну с Украиной никакой логики не было. Была только вот эта жизнь в параллельном пространстве, в котором он царь горы, и у него какое-то супер-пупер-оружие, сейчас он весь мир поставит на колени, все будут ему молиться и говорить, только не убивай нас, пожалуйста. Но ничего не получилось. Поэтому ровно такая же логика действует и с IT-специалистами. Несмотря на то, что понимание, наверное, у специалистов, и вот этот пример с тем, что лично министр бегал по военкоматам, чтобы вытащить айтишников, он про это и говорит, что специалисты понимают глубину и масштаб проблемы, но при этом высшее руководство ничего подобного не понимает и не ощущает. А так как сегодня Россия является полновесной диктатурой, то, что Путин сказал, то и будет делаться. А дальше уже исполнители будут делать все, чтобы их лично не коснулась кара. То есть если не хватает людей, чтобы отчитаться о планах по мобилизации, будут мести всех подряд. Многодетных отцов, инвалидов. Вот кто попадется, кого смогут вытащить из норки, вот тех и заметут. Конечно, айтишники, молодые, активные люди, которые хорошо зарабатывают, которых можно, если они находятся в России, можно поймать где-нибудь в баре или еще где-нибудь. И, конечно, они хорошо ловятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!